Привет, друзья! С вами Вадим, ваш проводник по Австралии. И сегодня мы прокатимся по среднеэтажному району в Сиднее. Называется он Парамата. Также посетим район Харрис Парк, где большинство проживает индусов. Но вы сможете посмотреть, что такое средние дома, среднеэтажное строительство. Это 2, 3 или 4 этажа. Затем мы пройдемся по Парамате, где уже такие большие высотные дома, офисы или же квартиры. В общем, вы все сможете посмотреть своими глазами. Итак, в дорогу. Ну что ж, поехали. И я буду вашим гидом на следующие 10-15 минут. Что касается этого района, здесь бы я жить вам не советовал, потому что здесь сугубо такой индусский контингент. Ну вот, можете посмотреть по сторонам. Много индусских магазинов, вывесок даже на индийском или каком-то хинти языке, правильно называется. Немного район бывает грязным. В принципе, он такой относительно вонючий, потому что индусы любят свое каре. И насквозь провоняли буквально этим каре. Вот, можете посмотреть по сторонам, какие здания. Сейчас мы, наверное, свернем на другую улицу. Там более такое типичное представление о среднеэтажных домах. Вот, немного могу показать по сторонам. Как эти домишки из себя выглядят. А впереди уже у нас будет парамата, куда мы, собственно, и направляемся. Мы заезжаем в такой типичный спальный райончик. Вот, можете посмотреть. И давайте я сделаю немного на сторону, чтобы вы увидели сами дома. Вот, пожалуйста. Красиво дорога выглядит, не так ли? Но мы потихоньку сейчас поедем в обратную сторону. И вы сможете посмотреть чуть-чуть побольше. Уже дорогу. Если говорить о населении, сильнее как такового, то есть районы, где преимущественно проживают индусы. Есть арабский район, это оборон, потому что там мечеть находится. Есть районы корейские, скажем, как Хомбуш, китайские, где живут богатые китайцы, это часто. Но, конечно, все это относительно. Жить можно везде, но криминал, он как бы по-разному. То есть в арабских районах, ну, я бы, честно говоря, жить не советовал. Там и народ другой, менталитет другой. Кстати, именно вот об этом районе, по аромату, у меня очень хорошие всегда воспоминания и впечатления, потому что мы здесь жили. Даже мы сейчас проедемся мимо дома, который мы снимали. Это была двухкомнатная квартирка. Причем считают здесь не комната, а считают здесь как бедрум, то есть сколько спален. Это вот домишко, которое будет слева. Холл здесь не считается. Так что, можно сказать, что три комнаты, но, естественно, в холле никто не спит, поэтому как, ну, для спальни. Сейчас я припаркуюсь, выйду из машины, и вы сможете посмотреть, как оно выглядит снаружи. Место действительно очень хорошее. Рядом есть ферри. Это паром, который ходит из Параматы до Сиднея по речке. Называется Парамат Рива. Припарковаться бы мне удобнее. Вот, давайте сделаем небольшую экскурсию. Все, выйдем и посмотрим, как оно выглядит снаружи. Ну вот, мы вышли из машины, и посмотрите, какая тут красота. Здесь живет очень много попугаев, очень много кокоду, буквально прикормленных. Прилетают на балконы. По вечерам любят они очень сладкий хлеб, так что, если вы будете здесь где-то жить, можете положить на балкон кусочки хлеба, смоченные с сахаром, и приучите попугаев. Но, если они к вам будут прилетать, они могут вам причинять некоторые неудобства. Потому что птицы любопытны, будут вытаскивать резинки, будут ломать прищепки на балконе и тому подобное. А мы сейчас пойдем вот туда, к речке. Вот типичное занятие по утрам. Кто-то бегает, кто-то боксирует, кто-то отжимается. Китайцы около речки любят заниматься йогой, ушу. Считается, все в порядке вещей. Никто не смотрит, никто не обращает внимания, никто не крутит у виска. Вот это станция, куда приходит паром, где он разворачивается. Отсюда река имеет более широкое русло. Вот это сама станция. Можно купить билет выходного дня. Он стоит 15 долларов. И сможете ездить на всех видах транспорта. То есть и на поезде, и на ферри, и на автобусах. Очень удобно. Также по парамате ездит бесплатный автобус. Он делает как бы крюк. То есть ко всем основным достопримечательностям на автобусе вы можете добраться бесплатно. Однажды я видел, что аборигены здесь жили на протяжении двух недель в палатке. Но потом полиция все-таки попросила их отсюда уйти. Аборигены здесь пользуются неприкосновенностью. Так что им позволено то, что не позволено обычным австралийцам. Говоря о домах, вот жили мы конкретно в той квартирке. И когда мы приехали 10 лет назад, нам жилье стоило 245 долларов, даже 235 долларов в неделю. Сейчас та же самая квартирка будет стоить больше 400. А это знаменитый австралийский банк Сиа. Бывает она трех цветов. Красная, желтая и такая немного коричневатая. Попугаи их очень любят. Ну вот мы проехались по среднеэтажному строительству. А давайте теперь заедем в центр Парамата, где находятся высотные дома в 20 и более этажей. Часть будут офисы, часть будут жилые строения. Ну в общем, вы все увидите сами. КОНЕЦ Прямо здание, которое с темными окнами, это полицейский участок, самый главный в Сиднее. Вообще Парамата считается центр полиции, центр судей, то есть все судебные основные дела рассматриваются именно здесь. И здесь находятся практически все самые главные офисы. Давайте проедем чуть подальше. Вот жилые дома. Таких не очень много в Сиднее. И в Парамате их построили буквально несколько лет назад. Вот так Парамат расстроился буквально за последние 10 лет. А сейчас мы проезжаем мимо железнодорожной станции. И мы даже не сюда заехали. Ай-яй-яй. Заехали мы по ошибке. Надеюсь, нам полиция ничего не сделает. Но зато вы сможете посмотреть станцию Парамата, которую тоже построили буквально 7 лет назад. До этого станция была, вот если повернуть, вот видите, такое вот коричневое здание. Была такой маленькой. А теперь это большой, стеклянный, такой хорошо обустроенная платформа. Опять мы проезжаем под железной дорогой. О, концерт Слэш к нам приезжает. О, как круто! Можно будет съездить. Насчет музыки не очень часто нас жалуют заморские музыканты. Есть только самые знаменитости. А вот музыкант такого среднего пошиба, который ездит по Европе, в Австралию не ездит. Потому что очень дорого и тяжело отбить билеты. Вот напротив нас стоит камера, которая реагирует на проезд красного света и превышение скорости больше 50 км в час. Вот о чем я говорил до этого. А теперь мы проедемся по центру старой параматы, та, которая была сто лет назад. Ну, давай же, мадам, езжай на свой Мерседесе. Вот видите, какие дома? Вот, в принципе, вся Австралия, она примерно такая. То есть, если вы куда-то поедете за пределы Сиднея, то строения будут именно такие. Ой, у нас какой-то фестиваль впереди. Ну, посмотрите. Очень часто так делают, перекрывают дорогу, и видите, посредине проезжей части там какие-то сувениры, какие-то лавочки. Происходит это, наверное, раз в месяц в парамате, потому что парамат мультикультурный город, как позиционируется. И здесь часто проходят индусские фестивали, какие-то либанийские фестивали, корейский и китайский Новый год здесь также отмечаются. В общем, город живет довольно-таки весело. Опять мы проезжаем через парамату речку. И, пожалуй, мы будем выбираться из параматы в сторону дома. Вообще, параматы чем хороша? Для начала очень многие русские сюда тоже приезжают поначалу, где селятся, потому что она похожа на такой европейский город, где все в шаговой доступности, где вам поначалу даже не нужна машина, и хорошо развит и железнодорожный транспорт, есть и паром ферри до сити. И, в принципе, все магазины, до любого магазина, до любой лавочки вы можете дойти пешком. КОНЕЦ Это так цветут деревья на нашей улице. Цветут они только в течение двух-трех недель, потом все осыпается. Вот мы практически подобрались уже к дому. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, такая экскурсия по среднеэтажному строительству в Австралии вам была интересна. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои сообщения, комментарии, но я вам желаю самого хорошего, замечательного настроения, удачи и до скорых встреч. Пока!